Есть три базовые причины, почему мы с вами можем ошибаться в принятии решений или когда мы просто формируем свое отношение к тому или иному человеку, ситуации, обстоятельствам и так далее. Первый тип — это все, что связано с нашими биологически-инстинктивными настройками. Мы с вами эволюционно создавались таким образом, чтобы решить задачи собственного выживания, продолжения своего рода и так далее. Именно поэтому, например, есть такой знаменитый эффект владения, из-за которого мы то, что у нас есть, ценим больше, чем то, чего у нас еще нет. И в результате, когда мы начинаем друг с другом выяснять, что стоит, как, и чье вложение в отношения выше или ниже, мы здесь переоцениваем собственный вклад и недооцениваем вклад другого человека. Мы это еще недооцениваем в значительной степени, потому что мы страдаем другим когнитивным искажением, который называется проклятие знания, который заключается в том, что мы знаем только то, что мы знаем, и мы не знаем, что знают другие. И другие могут чего-то не знать про то, что мы для них делаем, например, а они даже про это не задумывались никогда. И мы считаем, что мы сделали многое, сделали вклад большой в отношения, а на самом деле тот человек считает, что мы только над ним издевались, и ничего хорошего ему не сделали. Значит, это когнитивные искажения, обусловленные нашими инстинктивными факторами. Но при этом наш мозг еще с вами сам имеет свои собственные настройки. Это же куча нейронов, которые работают по определенным правилам. И, например, вот есть то, что называется языковая рамка. После того, как вы, например, что-то как-то назвали, вы уже формируете к этому отношение. У каждого слова есть своя коннотация. Коннотация — это дополнительные смыслы, которые это слово с собой несет. Если мы что-то обозначаем как безобразное, то мы будем естественным образом смотреть на это только с этой точки зрения. Хотя, возможно, там есть что-то красивое, но уже после называния мы оказываемся заложниками. Точно так же вы другого человека можете посчитать каким-то неинтересным или непорядочным. И после этого вы будете искать только подтверждение этой своей убежденности. Это связано как раз с тем, что вы уже заикарили, повесили ярлык, и после этого вынуждены, собственно говоря, повторять эту историю. Ну и третья причина, по которой мы с вами все время совершаем ошибки, она связана с предрассудками, которые у нас есть. Эти предрассудки обычно культурного такого плана. Мы считаем, что женщина должна вести себя определенным образом, мужчина должен вести себя определенным образом, начальник должен вести себя определенным образом, подчиненный должен вести себя определенным образом. Вы удивитесь, начальники в Индии, в Соединенных Штатах и в России это три разных типа начальников. А реальные начальники еще более разные. И в России вы можете найти самых разных начальников. но после того как у вас сработал какой-то предрассудок вы будете пытаться все интерпретировать насколько он соответствует вашему образу вашему ожиданию вашим предрассудком и в результате мы теряем контакт с реальностью мы не ощущаем ее у нас постоянно к ней есть претензии чем больше у нас претензий к реальности тем она хуже эта избушка поворачивается к нам задом к лесу передом ну точно не к нам поэтому надо понимать что наши мышления все время нуждаются в настройки наводки перри пересборки и только в этом случае мы будем видеть мир адекватно и будем эффективны в жизни и будем строить счастливые отношения и будем добиваться успеха профессиональной деятельности